Граждане осуждены Мы выполняем достаточно серьезную, важную задачу По оборудованию полигона стрелкового для наших пацанов, уезжающих на фронт Когда мы туда выезжаем, кто-то там приезжает работать, а кто-то приезжает там мастурбировать То ли себе, то ли соседу, то ли непонятно кому По вчерашнему дню показало, меня там не было, перуна не было Кто-то бьёбывает, а кто-то приехал в санаторий Как и сюда вы приехали в санаторий Начинаются высказывания, да, кто вчера был, да, быть и строил здесь Кто высказывал там прокуратура, выходной день, да вас всех выебут, а? Кто там такие высказывания, если позволил? Кто так не говорил? Кто так не говорил Руки из кармана достанет Мне, скажем так, я не думаю, что будут люди обманывать, что вот прокуратура, выходные дни Вы что-то очень хорошо помните свои права Хорошо, замечательно Мы будем вспоминать обязанности У всех и негналичие Оформляешь Вы забываете про свои обязанности Так, Муха, кого берём сегодня с собой? Выводи из строя, уходите к первым годам Вот, заводи машину Кто едет с нами сегодня? Четыре человека Патриот Быстрее Все, туда, тем более, если кто-то с деревом умеет обращаться Навыки плотничьи Не прибивайте Бери быстрее Ну, едет он, получается Все, вы выходите из строя, уходите Повод, заводи машину Все, вперед, идите Полная машина Бери, что, Армян, что стоишь, глазами лопать? Работать будешь или очко драйвить? Работай, гражданин Давай быстрее тогда двигаемся Ну, вот, теперь, все Теперь, вот, к вопросу об об... Я тебе сказал, куда идти К вопросу об обязанности В соответствии с требованиями Уголовного исполнительного кодекса Вы обязаны обеспечивать порядок Расположение исправцентра на прилегающей территории Это к вопросу права, обязанности Вот, в понедельник, от видеорегистратора Мы начинаем генеральные упорки сортир Сколько у нас вот, сколько? Сколько у нас? Три очка По четыре человека ежедневно под видеорегистратор По очереди Кто не хочет бегать с бревнами Будем, значит, по-другому перевоспитываться Под видеорегистратор Каждый отказ будет незамедлительно сопровождаться Оформлением документов на возврат В родные ваши исправительные учреждения Это к вопросу о том, что Когда помнишь о своих правах Не надо забывать об обедах Переписать всех Мне сегодня до конца дня график Чистый Мы с вами с 12.30 до 20.00 Наблюдаем каждого по очереди Как они наводятся в генеральную уборку в туалет Что касается Так, по выходам Сейчас начнутся вопросы По вкусу Не более двух часов За два часа вполне возможно Добраться до города Приобрести продукты питания Вернуться в расположение Суббота Или воскресенье На вашу воду Тогда вы отпишите Это уже Два дня подряд Я думаю Если кто-то напишет, что прокладки ему нужно купить Прямо сразу бежит Подписывает Мне необходимо приобрести прокладки Вопросы о спортсменах Пока я ни одного пловца, бегуна, прыгуна, качка в обнимку с бревном не видел так Проплывающего по поликону Знаешь, пилоники, петляйки Прекрасная функциональная тренировочка с бревном пробежка Когда будем выполнять задачи поставки Всем привет Решил прокомментировать Несколько минут Обсудить вот это вот Видео, эту запись, которую мы получили На записи голос Алеши Зорина Начальника колонии номер 5 Уфсин по Калужской области Пока еще начальник этого учреждения Что мы слышим? Принуждают осужденных к принудительным работам Ехать на полигоны, рыть траншеи, окопы Замерзшую и промерзшую землю Якобы для подготовки армии для войны против Украины Привлекают их как рабов, как в древнем Египте Без оплаты, без официального оформления документов Люди, конечно же, прекрасно понимают, что это изнурительный, неоплачиваемый, неблагодарный труд Это не то, что они должны делать по закону И при этом, когда заключенные, бывшие заключенные, ныне осужденные Заявляют о своих правах и говорят о том, что они будут жаловаться в прокуратуру Что их даже в выходные дни заставляют работать Приходит лично начальник колонии номер 5 В этот Уфиц, который расположен при колонии И начинает им угрожать Угрожать тем, что отправят их обратно в колонию Угрожать тем, что будут их вынуждать под видеозапись, под видеорегистратор Драить унитазы и так далее Прекрасно понимая, как это сработает, отразится в этой гулаговской иерархии И в гулаговской атмосфере, которая пропитан в СИН То есть, по сути дела, людям говорят Либо вы принимаете позицию бесправных рабов И в феврале роете промерзшую землю Для подготовки каких-то там будущих солдат Которые зачем-то отправятся в Украину Либо администрация под видеорегистрацию вас опустит Либо обратно вернет в колонию Лишит вас свободы И вы будете уже до конца своего срока Ближайшие несколько лет проводить в колонии И очевидно, что там во власти этого же Зорина И его оперативников Эти люди будут опять же подвергаться избиениям, унижениям и так далее Это очень показательная история Как высокопоставленные чиновники в СИН В данном случае начальник колонии Во власти которого судьба более чем тысячи осужденных Как он мыслит, какими категориями Как он изощренно угрожает, шантажирует, манипулирует Как ограничивает право человека Просто элементарно на обжалование в прокуратуру По сути дела это один из тысяч элементов Которые мы публикуем последние более чем 10 лет Подтверждение этого ГУЛАГа 21 века И мы знаем, слышим эту риторику у Пригожина и у Путина Они пытаются повторять определенные штампы Которые использовались для подавления воли людей в сталинские времена Здесь тоже вот этот мелкий чиновник в СИН Начальник колонии Приблизительно в этом же формате общается с заключенными То есть с одной стороны силовики Они с удовольствием используют Таким с наслаждением используют Вот эти вот системы унижения человека в тоталитарном государстве При этом все путинские дружки и его семья Это мультимиллионеры, миллиардеры С огромными яхтами, виллами, дорогими автомобилями и так далее И вот в этом есть такой, знаете, дуализм, двуличие путинского режима С одной стороны по отношению к самым простым людям К обычным людям, к народу У них отношение как в ГУЛАГе, в очередь, сукины дети А с другой стороны мы видим картинки из лакшери-журналов Как живет вот эта вот путинская тусовка Которая приближена к деньгам, к силовому блоку И мы наглядно видим, как вот эти люди С одной стороны наслаждаются красивой, дорогой, буржуазной жизнью А с другой стороны своему народу готовят такой вот ГУЛАГ Или как раб работаешь где-то там на каком-то полигоне Таская бревна, надрываясь, получая травмы Которые даже по сути не будут производственными Копая промерзшую землю Либо будешь драйвить туалеты под видеорегистратор С тем, чтобы потом, соответственно, в среде заключенных Человека перевели на самый низкий социальный статус Вот это тот выбор, который путинский режим оставляет народу Мы здесь, не знаю, как зеркало Как отражение происходящего Как определенные летописцы, которые подмечают Самые важные вехи, которые сейчас происходят Конечно, решать, как жить Решать самому народу, не нам Но, на мой взгляд, подобные отношения терпеть это за грани И еще более непонятно Как вот эти вот простые люди, наслушавшись пропаганды Прекрасно все понимая, как к ним относятся Берут в руки оружие И отправляются воевать в Украину Против народа, который не нападал на Россию Сегодня 24 февраля, ровно год С момента вот этой вот подлой, коварной войны Это страшный год За этот год Россия опозорена Убито огромное количество и украинцев, и россиян Разрушена значительная часть отдельного независимого государства Миллионы украинцев вынуждены были покинуть территорию своей страны Просто чтобы спастись от бомбежек, от ракет Огромное количество украинских пленных Сейчас захвачено и содержится в военных концлагерях Под контролем ФСИН и ФСБ На оккупированных территориях И на территории самой Российской Федерации Россия просто погрязла Вот как государство В преступлениях против человечества и человечности В военных преступлениях И, к сожалению, очень много обычных людей Наслушавшись пропаганды Верят тому, что им врут Из этих зомбоящиков И отправляются соучаствовать в этой преступной военной агрессии Все, что мне хочется сказать Это вот Послушайте эту запись Это просто очередной элемент подтверждения Как реально силовой блок относится к людям Как можно идти воевать за такое государство Как можно им верить Как можно им доверять На мой взгляд, пора уже прозреть И всем, кого ввергли в эту войну Пора уже понять, что Нужно сложить оружие Вернуться домой И не участвовать в этой преступной войне Не позорить себя Не позорить свой род И не обрекать себя на последующие Уголовные преследования Трибуналы Международные уголовные суды И все негативные последствия Которые последуют По отношению к тем Кто соучаствует в военной агрессии В военных преступлениях И в преступлениях против человечества и человечности Ну а что касается Вот этой конкретно истории То здесь мой совет Вот этому Алёше Зорину Конечно, писать рапорт И покинуть Федеральную службу исполнения наказания Человек, который манипулирует Так называемыми ГУЛАГовскими понятиями Которые демонстративно угрожают Унижением заключенным В случае отказа От выполнения незаконных требований Этот человек не имеет права Ни морального, ни юридического Оставаться на позиции Начальника колонии номер 5 УФСИН Покалужской области Что касается УФСИН России УФСИН Покалужской области На мой взгляд По этой аудиозаписи Нужно назначать Служебную проверку Нужно опрашивать Всех присутствовавших В том числе самого Зорина По поводу этого его спича Нужно внимательно Анализировать Всю его деятельность В качестве начальника Колонии номер 5 И конечно Если в ОФСИН И в прокуратуре Все-таки считают Что Нужно хотя бы соблюдать Какие-то формальные Приличия И соответствовать Статусу Правового государства Нужно конечно Здесь увольнять Этого персонажа И не допускать Подобного Ну а если Гостев Краснов И их подчиненные Полным ходом Сейчас строят ГУЛАГ 21 века Просто пока еще Лицемерят И народу не рассказывают Прикрываясь якобы Конституции А на самом деле Выстраивая ГУЛАГовское Тоталитарное государство Ну да Понятно Что наверное Они такого Как Зорина Оставят Потому что Конечно Куда без таких Садистов И шантажистов В ГУЛАГе Но тогда Соответственно И эти Государственные системы В последующем Точно так же Будут Осуждены За то Что они соучаствуют В вынижениях Своих собственных Сограждан У меня все Не буду просить Ставить лайки Мне самому Эта тема не нравится Но Так работают Алгоритмы Ютуба Если сами решите Можете нажать Эту кнопку Чтобы это видео Продвигалось Делайте репосты И пожалуйста Комментируйте Выражайте свое мнение На мой взгляд Для того Чтобы Победили Злые люди Добрым И хорошим Людям Достаточно Бездействовать На сегодня У меня все Мы продолжаем И следите за обновлением На нашем канале Потому что Мы готовим Целый ряд Новых Больших Публикаций Расследований И Будет интересно Всего доброго Расследований 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 Расследований